Супер Бой 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 Серёза поопытнее, у него 5 боёв, но вот один из них он проиграл, но 4 победы у него есть. Вот таким образом победу не добывают, я имею в виду удары ниже пояса. Ну, мы говорили, что здесь физиологически не специально всё происходит, разница в росте. Да, мы понимаем. Тем не менее, наблюдаем именно за ходом боя. И вот сейчас, мне кажется, если в первом раунде Анатолий вёл этот поединок, то сейчас он выровнялся. И вот всё будет зависеть от того, сколько сил у соперников останется на третий раунд. Слышим мы, что оживились, зрители подбадривают. Как правило, во втором раунде, вторая половина боя, это всегда переломный момент. Нельзя застаиваться сейчас Анатолию. Да, вот он застоялся, пропустил удар. Рефель разводит соперников. Ну, вот сейчас он не с первой попытки ему удалось развести соперников, прикрикнул он на них. Но здесь сейчас уже есть, кажется, усталость и горячка. И сейчас уже бой в самом разгаре. Как правило. Да, всё это вот. Ну, вот видим, что сейчас... Половина второго раунда, с этого всё и начинается. Потерял Анатолий несколько скорость. Вот Беларусь темп выдерживает, и вот за счёт этого набирает очки. Подустал Анатолий. Ну вот сейчас нужно ему, как конец раунда, совсем рядом. Нужно ему сейчас активность проявить, чтобы хотя бы... Равным был этот поединок, поскольку в начале Анатолия было преимущество. Ну вот мы слышим, как кричат работой. Хотел в прыжке коленом ударить Карен, но у него это не прошло. Анатолий его уронил, но при этом, судя по всему, получилось это предупреждение, что всё-таки это не смешанное единоборство. Да, невольно проскакивает. Собственно, получает по голове. Я думаю, что сейчас будет отчитывать нокдаун Анатолию. Всё равно будет отчитан нокдаун, но будет защитан судьями. Ну что ж, видимо, что подустал Благовещенец, подходя к своему углу, так подразвёл он руками от Евгения Ганина. Он сейчас будет получать наставление. Ну вот, чувствую, да, вот он, очень-очень-очень тяжёлый удар. Вот второй он смог блокировать. Но если бы он пропустил второй удар, он мог быть последним в этом бою для Анатолия. Но устоял пока Анатолий. Сейчас морально-волевые, физика всё решит. Вот третий раунд, мы видим, что технически бойцы примерно равны по силам. А вот сейчас всё зависит от темпа и... В морально-волевых качествах. Да. Не прошёл сейчас этот удар в исполнении Карена Тумасяна, белорусского спортсмена. Очень переживаем за Анатолию. Переживаем за Благовещенск. К счёту в Благовещенск Белоруссии 1-1. Здесь всё решается. Итак, начало третьего раунда. Анатолий сразу идёт ва-банк. Да, понимает он, что... Честь Благовещенска, честь флага нужно отстоять. День флага сегодня... Поднимает... Нельзя Анатолию опускать руки. Это слабые моменты. Да, вот обменялись скручиваниями в одну и в другую сторону. Нужно Анатолию поддавливать, начинать наступать, начинать действовать. Ну вот сейчас, видимо, что белорус играет руками, предлагает Анатолию идти вперёд, а сам-то выжидает. Нужно чаще наносить удары Анатолию руками. Не стоять на месте. Вот сейчас видно, что и белорус-то сил немного осталось, поскольку он ждёт. Вот сейчас неудачная атака на низкой скорости была у Анатолия, за что он и поплатился. Пропускает он удары от Карена, белорусского спортсмена. Ну же Анатолий нужно. Совсем немного времени осталось в борцовскую технику. Уже буквально переходит Анатолий. Судьи это видят. И сложно будет сейчас Анатолию берёзе. Совсем немного времени остаётся. Ну же Анатолий оживился зал. Руки, нужно поднять руки. Снова травму получает белорусский спортсмен. Это есть шанс немножко передохнуть, набраться воздуха и с новыми силами идти в атаку. Слышим, подсказывают, работаем, работаем. Нужно, нужно идти вперёд Анатолию берёзе для того, чтобы выиграть этот поединок. Судя по всему, по очкам достаточно равные сейчас положения. У бойцов первый ран был за Анатолием. Второй за Кареном Тумасяном, белорусским бойцом. Анатолий берёз, напомню, благовещенец. В жёлтых он перчатках, в синих трусах. И нужно идти вперёд, зарабатывать очки. Вот он сейчас за пределы ринга выбросил белорусского спортсмена. И получает он секундную... Что, травму получил? Получил травму спиной. Продолжит ли бой? Да. Волевой боец белорусский. Да, там ударился он на ступеньку спиной, поясницей. И понимает это Анатолий и идёт вперёд. И снова доминирует Анатолий. Опрокидывает своего оппонента на пол. Ну вот, уже нету сил ни у одного, ни у другого спортсмена. Вот сейчас всё решает морально-волевые качества. Подсечку сейчас пытался Анатолий провести. Не прошла. Слишком низкий темп сейчас у спортсменов. Откровенно идут в размин ударами, да. Белорусский спортсмен пытается форсировать. Но на всякую серию удары коленями. 30 секунд остаётся до окончания этого поединка. А, не гонг. Гонг, бой окончен. Полностью выложились бойцы. Видим, что сильно устали. Молодцы ребята. Ну что, как вы думаете, будет ли назначен дополнительный раунд? Или всё-таки примут решение судьи? Давайте оставим всё на волю судьи и... Ну а ваше мнение, Дмитрий? Моё мнение останется при мне. Ну что ж, это... Я очень переживаю за Анатолия. Очень переживаю. Итак, бойцы. На ринге слушаем результаты. В этом бою присуждается Карену Тумасяну, Республика Беларусь. Ну что ж, к сожалению, к сожалению для нас белорусский спортсмен... Одерживает победу. Одерживает победу в этом поединке. И Благовещенск уступил Беларуси. Но, тем не менее, мы увидели настоящий праздник единоборств, который состоялся. И итоги его подведёт наша коллега Яна Лисовая. Оставайтесь на Первом областном. Итак, последний бой четвёртого турнира по смешанным единоборствам по версии бойцовского клуба «Драка» подошёл к концу. Но сейчас хочется поговорить с Андреем Потаповым, победителем прошлого боя. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Уже переоделись, я смотрю. Как ощущения? Уже переоделись тоже. Хорошо. Выиграл. Ну, это всё? Это такие скудные слова. Была такая, действительно, был бой, ну, жестокий, я бы сказала. Ну, да. Тайский бокс, наверное, самый жестокий вид спорта. А сюда, что ты победишь? Ну, это цель была. Мы ради этого тренируемся, чтобы побеждать. Ну, какой-то процент был, что всё-таки уйдёшь без победы? Ну, 50 на 50. Ринг покажет, кто есть кто, а кто чего стоит. Родная публика как-то греет? Конечно, однозначно. Не отвлекают ли эти вот крики «бей туда, бей вправо, бей влево»? Нет, наоборот, они передают сил. Какие дальнейшие планы? Ну, надеемся, что поедем в Таиланд. Вот, кстати, да, после победы ты кричал «я еду в Таиланд, ура!» Ну, то есть, это какой-то уровень выше, получается? Ну, готовиться к самыми сильными мастерами этого единоборства. Конечно, на родине. Это битва и не первая победа? Ну, это четвёртый бой, четвёртая победа моя. Ну, что уже есть, какие бои есть за плечами? В декабре мы боксировали тоже по версии драка в 77-м веню. Я дрался со спортсменом из Якутии, победил досрочно во втором раунде. Здесь в мае мы дрались, вы помните, вы, по-моему, интервью у меня брали тоже. Я думаю, зрители тоже помнят. Наверное, не знаю. Хорошо. Насколько важно для тебя одержать победу у бойца из клуба, легендарного клуба «Чинук»? Это ведь тоже какой-то уровень намного выше, чем в Белоруссии. Ну, да, это вообще Белоруссия, Украина, Россия, Таиланд и Голландия. Это самые страны, в которых самые сильные бойцы. Чемпион мира. Вот у меня парень очень талантливый, крепкий. Ну, вот, победа досталась мне. Удача была на моей стороне. Мы желаем тебе дальнейшего процветания в спорте, дальнейшей удачи, чтобы она была также на твоей стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова